Сокола в защите Багрей, Кулегин, Радченко Страховался Зенит там уже все свои турнирные задачи На 100% Его с первого места никто не сместит Ну а Динамо сейчас четвертое Хорошая атака Семышева Панков продолжает подавать Хорошая серия у него получается 8-4 впереди Динамо Но вот сейчас снимает Казанский Пелогорцев подает Радченко Пока летит подача Самотлора Вот принимает Давлетшин Багрей Ахилесова пятак Касселя Атака первыми темпами Панков Соколов Ну там даже блока нету В конце концов Надоело Песковский интерпрет Выпустил он Радченко Выйдя на замену Глеб был более успешен Вот сегодня вышел в старте И в плей-аут команда уходит Вместе с Уралом Конечно Тяжело будет Самотлору Нужно успешно играть с АСК Нужно успешно играть с Нефтяником Соколов Давлетшин достал Багрей Радченко Не достанет Власов Да в общем Семышев Панков Все Бог Играть стыки Со второй командой Лиги А Костров подавал сейчас Белогорцев первым темпом Пришлось после матча дать Очень большую фотосессию Ну вот он сказал Такая у нас команда Любит с нами фотографироваться Белогорцев подавал Милицкий Нет Не достать Тут даже ногами По футбольному Соколов и Власов Милицкий Выбит там прием Правда и Власов Не добивает до пола Милицкий Богдан цепляет Керминин Что? Четыре касания показывает А почему так поздно Показали это? То есть уже Три касания успел сделать Динамо После этого только суди свистнут Четвертое касание Самотлору Не, ну все может быть Уж слишком отложенное решение Так, заканчивается партия 25-16 Давайте встретимся во втором сете Приземлился в том эпизоде Когда с Соколовым не пытались мяч поднять Ну, непонятно Ладно, смотрим Милицкий подавал Все, Мушев забивает Не удалось там давлеточину поднять мяч Хочется ему сыграть В том зале, в общем, в котором он вырос как волейболист Кострова сейчас закрывает Кострова сейчас закрывает Багрей Радченко Продрался Рассказь Жука сейчас Богдан Сейчас пайпом Хорошо Богдан же тоже Травмированный В некоторое время не играл С Яковлевым С Антоновым Вот с Барановым Как раз С Чанчиковым Разведку боем провели Молодые игроки Зенита в прошлом туре Романовский В феврале 16-го года 3-2 Как раз выиграл Самотлов Ну, в общем, бывали тут и победы со счетом 3-1 Богдан принимал Жук забивает уверенно первым темпом У Динамо Антон Семышев 154 своих ошибки У него у Милишко 146 Ну, это до этого матча было Анатолий Володин Ферминин принимал И Жук забивает На Жуку все, что первым темпом дают, он выкладет Багрей Интересно, когда это был эпизод И появилась такая фраза, что вот сейчас Синица съел Жука Каламбурчик Достает Соколов после смягчения атаки Милицкого Богдан сейчас Просто продавливает Молодой блокирующий Андрей Лапиков И лидер Алексей Киселица Нет, Киселица тоже сегодня по ельвым заявлен Дает отдохнуть основному диагональному Брянский Богдан Богдан подавал Толок Радченко Хорошо, сейчас хорошо Неплохо Милицкий подавал Семышев Ну, из каждой атаки Из каждого шанса Динамо максимальный дивиденд извлекает Хорошо Семышев под ним принимал Ну, и Жук забивает Так Шкулявичус Володин Володин Проткнул сейчас Молодец Денис Толок Богдан Фанков Сейчас Шкулявичус Зацепил Сейчас Давлядшин Оставили мяч в игре Но сейчас отзащищаться Еще раз Шкулявичус Сейчас от рук землянка Вау Мяч уходит 24-16 Богдан Фанков Богдан атаковать будет Ну, да Даже из этой сложной ситуации Атакуют и Забивают 25-17 Вторая партия заканчивается Вот в этой таблице переходов Которые обычно Смотрят Комментаторы Аналитики По сути дела Динамо играет составом Которым В прошлом сезоне Выступала Кулаками Сейчас Передачу Делал Балагорцев Нужно Двух диагональных Иметь в команде Если уж Неравноценных То хотя бы Подобных Вот сейчас хорошая атака Удается Штуляючу Попадает он Володин Подача периодически летела С блоками Здорово Все было Сейчас Радченко тоже рисковал Имел шанс Шкуляевичус Попадает Давлетшин Извиняется Перед партнером Радченко И Белогорцев Этот свободный Мяч Забивает Ну а вот Потом Не задалось У него Сейчас Никита подавал Не задалось У него в первой команде Пару-тройку раз Попадал он В заявку Неплохо Себя показывает Вот сейчас Принимал Зудин Чес И Белогорцев Забивает Да Ну и в общем Как бы даже В протоколе Свинтицкий Идет как Чес И на футбол Только на кубке Губернатора Сыграл Потом получил травму И в общем В высшем лиде Не выступал Так вот Когда он приехал В Нижневартовск Попросил называть Его Лих Ну вот И Чес И Лиха Есть в составе Динамо Подавал Шкуляевичус Землянка Первым темпом Забивает Мелис появился Кстати Панков Конечно Тут Прям сильно Озадачил Данила Давлетшина А сейчас Зудин Без проблем Разбирается Мелис 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 Забивает Для Праченко 14-20 Костров Костров Принимал Да Играть уже Нельзя Мелис Принимал Никель Костров Ну и в общем Свистят ошибку Самотлору 25-15 С таким счетом Завершается Третья партия матча 3-0 Побеждает Динамо Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулакова